Законопроект о квотировании рабочих мест для осужденных к исправительным работам словно красивый социальный проект. Алименщики получат работу, дети наконец дождутся пособий и кругом всем хорошо. Кроме предпринимателей, да, именно они, а не власти, в случае принятия закона должны будут взять на работу осужденных. По сути, две трети вот этих осужденных к исправительным работам – это осужденные за невыплату алиментов. Это не какие-то там отъявленные уголовники, убийцы, осужденные к тяжким преступлениям, а именно те люди, которые не могут найти работу. Квотирование рабочих мест, по нашему мнению, помогло бы решить эту проблему как раз в целях поддержки семьи, материнства и детства. Материнство и детство – это, конечно, хорошо, но у бизнес-сообщества слез умилений инициатива краевой прокуратуры совсем не вызывает. Вопросы – да. Почему именно бизнес, а не госструктура, должен нести ответственность за трудоустройство осужденных? Согласно законопроекту, от квоты освобождаются все бюджетные организации, в том числе и правоохранительные органы. Наша позиция была и есть отрицательная. Этот закон перекладывает обязанность государственных органов и учреждений, точнее, совершенно освобождает их от этого. И данную функцию должны выполнять предприниматели. Не предлагается никакой мотивирующий механизм, компенсационный, например, послабление в сфере налоговой политики или в сфере государственных муниципальных заказов. Мотивации у бизнеса нет – одни обязательства. Да еще и затраты. Торгово-промышленная палата за Байкале тоже выступила против такого законопроекта. Дополнительные расходы предприниматель будет нести в связи с тем, что мы, согласно трудовому законодательству, вынуждены будем обеспечить новых сотрудников всеми полагающимися вещами в виде спецодежды, которые по нормативу покупаются на три года. Если примут закон, мы должны тут же штатное расписание сдать в какое-то там ведомство, все вот эти дополнительные справки насобирать. У нас и так много всего отчетности, сейчас еще и за это отчитываться. Однако предприниматель Лев Александров сам недавно хотел предложить таким осужденным работу. Обратился в центр занятости, там жаждущих работы алименщиков как раз много. Получилось так, что мне передали список из порядка 80 человек, и в результате никто не пришел работать. Люди, которые там встают на учет, они не заинтересованы в работе, получается. То есть они нашли где-то свой приработок и еще получают пособие по безработице. Напомню, работодатель в Забайкале уже обязан предоставить две квоты для инвалидов и несовершеннолетних. И если эти категории вопросов не вызывают, то с осужденными другая история. Независимо от квалификации, их придется брать на работу. Любое неисполнение закона должно влечь какие-то последствия. И поэтому нам приведена в законопроекте ссылка на то, что неисполнение требований этого закона будет влечь административную ответственность. Но в данный момент пока еще каких-то конкретных составов правонарушений, поскольку сам закон не принят, поэтому никаких соответствующих положений не внесено. Это уже следующий этап. Дальнейшая судьба закона проекта станет известна 19 февраля на пленарном заседании в Краевом Заксобрании.